Так, ребят, и всем привет! Сегодня у нас некая такая, ну знаете, необычный такой ролик по CS GO. Мы будем настраивать прицел, я вам покажу, как это делается и многое другое. Смотрим, короче. А, ну всем приятного просмотра, естественно. Настройку, настроить прицел можно несколькими способами. Например, можно скачать карту для настройки прицела под названием Crash Crosshair Generator. И там настроить прицел. А можно же через конфиди разные. Это мы сейчас и разберем. Так, ставим крестбот. Так, ну вот мы загрузились, да, предположим. Да, это у меня начинает опираться, не важно. Короче, вот у меня вот сейчас такой прицел, да. Мы можем загрузить вот тут, мы можем сохранять разные прицелы. Вот, предположим, по дефолту, да. Вот, по дефолту, то есть стандартный. Тут у нас есть настройка прицелов. Можно такой сделать прицел, то есть Fixed Gate. И можно вот такой, маленький, с обводкой, без обводки, с точкой, без точки. Можно третий формат такой вот, типа маленький, что ли. Слышно, у меня там кто-то сверлит. Такую-то обводочку, с точкой можно делать. Вполне себе прикольно, да. Ну и, естественно, вот такой вот, то есть движущийся при стрельбе. То есть, наоборот, если вы бежите, то он у вас не двигается при стрельбе. А если вы стреляете, то двигается. Это мне очень нравится. Ну, а также вот мои собственные конфиги. Ну, то есть, не конфиги, а созданные мои прицелы. Вот. Вот этот вот самый оптимальный вариант по мне. Вот этот вот тоже хороший. Точка. Вообще просто прекрасный прицел. Также мы можем на картах, естественно, их смотреть. Вот, продолжим, у нас это нюк. То есть, вот нюк. Тут тоже нюк, только другая сторона. Это мираж. Это, блин, тоже мираж. Это даст глам. И мираж открыт. Ну, ясно. Тут у нас есть один цвет, можно менять. И самое главное, что есть в этих прицелах. Ну, это стандартный такой, да. Короче, вот это просто. То, что есть еще настроены уже профессиональных игроков конфиги. То есть, можно такое сделать, можно такое сделать. И разные абсолютно плохие игроки. Видите, да. Очень полезна такая функция. То есть, чтобы вы не заморачивались вот с этим вот таблом, который тут представлен. Вы можете самостоятельно взять, короче, подобрать себе нужный прицел. Тут просто много. Они все фактически играбельные. И с ними реально можно стрелять. Кроме одного, который я вам сейчас покажу. Называется она Flippy Kid. Это вообще просто капец, а не прицел. Зачем он сделан? Конечно же, большинство игроков скажут, что это для снайперов, да. А вот... Хер вам. А не снайперы. То есть, нам не видно, если мы со снайперки будем стрелять, то нам не видно, что вот прицел. Ну, не знаю, может кому-нибудь понравится. Короче, вот так вот. Ну, предположим, я вот выберу вот этот вот прицел. Вот этот, предположим. Так, ну что ж, мы первую часть разобрали, как настроить прицел. Все дела, да. Это только первая часть нашего гайда небольшого. Что же у нас на втором этаже? На втором этаже у нас АК-47. И можно вернуть прицел. Вот здесь, сюда вот нажать. Вот, давайте переступим ко второму способу. Так, ну что ж, давайте же спробовать второй способ. Второй способ у нас очень полезный и очень простой. Называется это способ через конфиг. Так. Открываем консольку. Если что, кто не знает, как ее открыть, то я вам показываю. Так. Значит, настройки. Параметры игры. Вот тут у нас будет включить консоль разработчик. Вот видите, да, у меня включена она. Вот. Пишем, короче, такую команду. EXEC. И закидываем, который у нас там конфиг был в папке с игрой. Называется она EZKH. Или Crosshair по-английски. Очень простой прицел. Этот скрипт сделал Гавр, друг Лайкера и Моргана. Я думаю, все уже знаю, все видели. Так. Короче. Что же он делает? На кнопочку Z мы можем расширять наш прицел и также его, наоборот, убавлять с помощью колесико мыши. Ну, так же можно через кнопки мыши, такие. Стрелочки, короче. Так. Ясно. Где с меня сейчас сольюсь? Они не сольются, это жбут. Ладно. Так. Мне фото просто мешает настроить прицел. Зря я их влетел вообще. Ну, ладно. Сейчас мы их сольем. Быстренько. Так. Вот. Отлично. Я вообще прям божу просто. Ну, ладно. Так. Хорошо. Проиграл. Я слил. Четверых. Это боты, ребят. Чего вы хотите? Ну, соревновать я там просто как рак, если честно. Это не важно. А важно то, что на X у нас расширяются вот эти вот, как бы, видите, такие фигни, короче. Краям, которые прицелы. Прихожу, либо уменьшить, либо наоборот убрать. Я не знаю, как их назвать. Может сделать как в ГС 1.6. Вот такие вот. Будет тяжелее нам тащить. Хотя, кому как, ребята. Мне нравится вообще вот либо вот такой. Либо вот такой. Тоненький, стандартный. Шода можно убивать. Прицел. Так вот мы трейд-трейк выглядели. Вот так вот, да. 1X. Так, ладно. Приступаем дальше. Можно сделать вот такой квадратный прицел. Но это уже так. На усмотрение ваше. Можно так же сменить цвет. Можно поставить точку к прицелу на кнопочку V. английскую. То есть, вы сейчас, конечно же, не видите эту точку. Но если я сейчас нажму, вот вам точка. Видите, да. То есть, как хотите, так и настраивайте. Можно изменить цветность. Можно убрать вот этот вот контраст прицела. Обводку. Все дела. Можно даже, не поверите, сменить цвет. У прицела белый, розовый, красный, синий, голубой, розовый и зеленый, естественно, по стандарту. Также, ребята, можно на кнопочку Enter загрузить сам прицел. То есть, в интернете вы можете найти разные конфиги разных игроков. Вот я, предположим, нашел. Смотрите. Exec. Например, вот этот. Смотрите. Christopher. Christopher. Quad. Get. Reach. То есть, это профессиональный игрок Na'Vi. Вот. Но, опять же, это еще пока что не все. Все, теперь я хотел бы вам показать, как настраивать руки и модели рук и так далее. Погнали? А, ребят, я забыл сказать, чтобы выключить данный скрипт, который вам вот эти вот все кнопки блокирует, наживите просто кнопочку P английскую. И все, и скрипт complete, чик, YouTube, пишите на его канал. Вот так вот это все делается. И все, и у нас кнопочки Z, X становятся на крюке своя. Вот. Ну, ладно, я, пожалуй, потащу немножечко. Немножечко так, солью кого-нибудь. Нет, не солью. Надо выкрутить вот эту вот фигню. Сейчас будет прям мувимейкинг. 20 фпс. Господи. Да. Тащер великий. Так о чем я, ребята? Ну, окей, давайте этот раунд все-таки выиграем. Пофигу. Как бы на свет прицел, как бы. Как бы пофигу. Вот так вот мы его слили. Там он еще один должен быть, да? Я так и знал. А вот в хэдшот прям. Семиха хп. И еще один где-то остался. Но я не знаю, тупо где он. Может, где-то там бегает. Но его тут тупо нету. Возможно, у меня сейчас сольет. Сзади где-то. Ну, я вроде должен успеть. И я успеваю. И он меня не сливает. А все почему? Потому что Димикс про игрок. С потами. Играем из мастерской. Выбираем вот эту вот замечательную карту. Называется она... Crash ХЗ. ХЗ. Вив модел-генератор. Давайте обычный. Без ботов, естественно. Поехали. Так, и мы загрузились. И, короче, благодаря этой херне, да, можно настроить, как вы хотите, руки, положение пистолета, автомата, что хотите. Я, предположим, сейчас выберу М-ку свою любимую. Северный лес. Да, это Steam-версия, не подумайте. Можно, предположим, вот так, как в шутерах. Вы знаете, так вот тун-тун. Можно вот так вот стандартные. Типа стандарта. Вообще вот так. Вот это вообще, я не понимаю, как с этого можно стрелять. Это гагстерская какая-то такая позиция. Это тоже как поле стандартно. Ну, в принципе, давайте оставим как есть. Ну, лично по мне так. Можно поменьше сделать. Можно, наоборот, повыше позицию. Можно вбок как-то скосить. Видите, да, у нас косится М-ка. Вбок, предположим. Можно вообще влево. То есть, по бокам. Можно увеличить FOV. FOV, это, в смысле, размер нашей М-ки. Можно стандартную поставить, вот классическую. Можно вот такой вот, приближён немного. Можно опять стандартную. Можно изменить руки. То есть, вместо левого у нас правая будет рука, вместо правой левого. Так, также есть ещё движение. Вот, знаете, вот у нас сейчас стандартное движение, да, такое. Вот мы можем поставить по дефолту, да. Это у нас вот стандартное. А вот есть ещё lowest. То есть, это очень, такое, очень легко так-то двигаться становится. И это очень классно. А вот хайкхест, это вообще, вот смотрите. Капец просто, как он двигается. То есть, это не чит, ребята. Это не чит. Это просто быстрая ходьба. Такой, типа, скрипта. Это консоль можно открыть. Чего мы там прописали. Вон там всё показано. Можно вернуть всё, как было. То есть, видите, да, мы вернули всё, как было. Рестор военный. Вот так вот, ребята. Поставлю я, пожалуй, себе трилекс. И на этом закончим нашу серию. Если вы тот первый, то не забывайте подписываться на канал. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Вступайте в группу. С вами был Димикс. Гайд по настройке прицела. Также рук и всего такого для CSGO. Чтобы тащить. Всем удачи. Играйте с хорошей игрой. Будьте счастливы. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok